Добрый день, уважаемые зрители канала «Соволмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, в студии Дмитрий Александрович Дуйнов и продолжаем ответ на ваши вопросы. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Добрый день. Вопрос от нашего зрителя, с вашего позволения, я его зачитаю. «Разговоры – разговоры, а результата нет. Такие проекты без государственной поддержки реализовать нереально. Нужны колоссальные инвестиции, нужны стратегические партнеры завода, изготовители. Если этого нет, результат под большим вопросом». Ну, опять, сегодня, скорее, не вопрос, а комментарий, но, тем не менее, он мучает очень многих наших зрителей. Так ли это? «Разговоры – разговоры. Слово к слову тянется. Разговоры стихнут скоро, а проект останется». Понимаете, ну, это вот, да, дайте подержаться за ручку доброго деда. Но это как-то уже не серьезно. Да, мы привыкли в советское время, чтобы государство, партия наша рулевой, и поехали. А сейчас функции государства несколько иные. Государство имеет монополе на насилие, на установление законов, охрану границ там, ну и смотрит, чтобы народ не забаловал, да, собственно говоря. Ну и сбор денег, как говорится, стричь надо, овец, на тонную стадо. И иначе только как. Это всегда было, всегда есть и всегда будет. Государство иначе жить не может. Но в разумном государстве, это как разумный хозяин, всегда даются какие-то приоритеты в развитии. И, естественно, создаются какие-то условия для того, чтобы что-то там изменилось. Это вот как, ну, дом, семья там и так далее. Живу, да. А вот это самое. Ты когда елку вынесешь? Ну, с темом. Жена на мужа, вот пример государства, побуждает вынести елку на 8 марта. И так далее. Либо там, ну, сходи в магазин, либо вот надо тут подремонтировать, а тут надо сделать и так далее. Ну, есть такие семьи нерадивые, где кто-то вовремя не выполняет свои, не обязанности, а необходимую работу по дому. А если все это выполняется вовремя, то никто никого не дергает, никто никого не потронивает. Кто-то, допустим, на земле живет, решил огородик завести там и так далее. Это решение. То есть это же в государстве. Вот решили, необходимо это, необходимо это, необходимо то, пятое, десятое. И создают некие условия благоприятные или благоприятствующие для реализации этого. Кто сказал, что мы без участия государства? Вы что, с дуба рухнули или вообще понятия не имеете? О чем говорите? Выскочил так, как заяц из-под ног, да, под выстрелом. И попер, ласты за уши залетают и так далее. А площадка Алабушева, это как? Особая экономическая зона, это как? А льготы, это как? Это не участие государства? Самое, что ни на есть, прямое. И льготы там весьма весомые. Ну так, а о чем речь тогда? Да, этот проект был в рамках СПП участник Сколково. Так или нет? До 2022 года, в десять лет. Там налоговые преференции. Нет налога на прибыль. И так далее. Это не участие государства? Так о чем речь? Ну, вот такие вот декларирования, когда не понимая ничего, раз, выскочил, не следишь, помолчи лучше, чтобы не выглядеть глупо. Как минимум. Это первое. Второе. Сколько постановлений правительства? Выпущены указы президента по энергоэффективности, по стимулированию и так далее. Можно прийти и сказать, слышишь, ты готов выполнять? Ты почему не выполняешь? Она говорит, а ты мне что-нибудь представил? Не представил, до свидания. Поэтому есть указы, все это сделано, основа сделана. Ну, где товар? Где предложение? Где мероприятие? Где программа? То же самое энергоаудит. Предписывается делать энергоаудит для того, чтобы смотреть, какие мероприятия для данного юридического лица необходимо выполнить, для того, чтобы повысить эффективность, снизить себестоимость его продукции и так далее. Ну, кто ее выполнит? Кто-нибудь взялся и сказал, да, я пойду. На основании того, что государство дало вот такие эти самые. Много есть? Есть, да, личностного роста, там, вы скачали, заскочили, побежали, сейчас мы будем, там, курсы прослушал, и побежал, да. Есть, конечно, специалисты, выдающиеся, великолепнейшие специалисты, которые занимаются этим серьезно. Ну, это очень сложный процесс и требует. Вот тут надо смотреть и заниматься. Там действительно нужно участие в государстве для проведения энергоаудитов. Такие компании, как наши, создавать. Мы создаем, да. Какое еще участие? Деньги, что ли? Или чтобы чиновник или президент лично сидел тут и докладывали ему постоянно, как реализуется проект? Смешно. Что еще надо от государства? Чтобы она вообще тут все делала, да, мы сидели и ничего не делали. Как? Какая еще форма нужна? Поэтому вы правы, государство должно участвовать, вот оно и участвует. А мы что, должны сидеть и ждать? Нет, мы должны работать. Нам дано, мы делаем. Но за это еще ответственность какая? Мы должны дать результат и ответить на то, что мы сделали. А остальное все, что не запрещено, законом разрешено. Спасибо за ответ. До новых встреч. Подписывайтесь на наши ресурсы, следите за новостями. И впереди вы узнаете еще много нового и интересного. До новых встреч.